Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да? 80 лет. Значит, но дело его живет. Потрясающий эпизод. На самом деле, такого не было, чтобы вот человек откровенно, он же не может не понимать, что в данном случае Гитлер это он. Он точно так же, 22 июня, ровно в 4 часа, он же напал ночью на Украину. Точно так же, как Гитлер напал ночью на Советский Союз. Точно таким же, полная калька. Он не может этого не понимать. И поэтому он себя ставит на место Гитлера, оправдывая Гитлера, говоря о том, что поляки провоцировали, они сами виноваты, поэтому Гитлеру ничего не оставалось делать, как напасть на Советский Союз. Он себя защищает. Он точно таким же образом, такими же аргументами защищает себя. Он просто не понял, что сказал на самом деле. Гитлер Бузенко просил, отдайте Гданск по-хорошему, но чтобы я вот это вот войной туда-сюда не ходил. Этот же Бузенко сказал, отдайте Донецкую и Луганскую область. Ну что, вам жалко, что ли? Нет же. Киев отбил уже. Зачем вам Киев? То есть, ведь на самом деле, ведь Богдан Хмельницкий еще в 17 веке писал письма лично, видимо, Путину. Заберите Киев назад. Заберите Киев себе. Богдан Хмельницкий, вам что? У вас же памятник ему стоит. Вы же, это ваш же Богдан Хмельницкий писал нам письма. То есть, доказательства железные. Можно сказать, все документы. И он эти документы папочке передал Такеру Карлсону, что он, правда, будет делать с ними в Америке непонятно. То есть, короче говоря, вот это полностью, полностью, на 100% идентификация. Кстати говоря, вот это напрямую Уголовный кодекс Российской Федерации. Оправдание, опровержение, так сказать, фактов, которые содержатся в Невербергском трибунале, оправдание нацизма. То есть, ну, как бы, ко всем прочим статьям еще одна статья Уголовного кодекса у Кутина явно еще, так сказать, на лбу прорисовалась. Но это, конечно, новое. Такого не было. Напрямую идентификация себя с Гитлером, оправдание Гитлера, этого не было. Нет, ну, было. Там раньше говорилось о том, что Гебель замечательный, замечательный человек. И Гитлер во многом прав. Это было. Ну, так вот явно, так вот явно не было. Вообще, на самом деле, конечно, в этом двухчасовом с лишним потоке сознания довольно много чего было. Очень много повторов. Много повторов. Но кое-что, так сказать, добавилось к прочему вреду. Но Такер Карлсон, конечно, себя тоже проявил замечательно, потому что, ну, было известно, что он никакой не журналист заранее, но то, что два часа говорит с военным преступником и не спросить его, как он относится, например, к тому, что его объявили в розыск международным уголовным судом за геноцид украинских детей, не спросить его, не произнести слово «Буча», «Мариуполь», не спросить о том, зачем он убил полмиллиона человек уже, скорее всего, больше из них, несколько десятков тысяч мирных граждан. Вот ничего этого не спросить. Это надо суметь. Хотя после слов про Гитлера абсолютно логичен был вопрос. Так получается, Мариуполь, Буча и Ирпень – это продолжение дела Гитлера? Конечно, конечно. И вот то, что это все не прозвучало, это, конечно, приговор самому Такеру Карлсон. Ну, собственно говоря, клеймо на нем уже давно стоит, но в любом случае здесь он, конечно, отличился. С сегодняшнего дня любой, кто будет отрицать официальную версию развития событий, автоматически убудет на Петерик пять лет лишения свободы. А официальная версия – это какая, я прошу? Она где-то напечатана, она где-то закреплена, она на каждом столбе висит? Ну, чтобы точно люди не перепутали, о какой именно официальной версии идет речь? Ну, видимо, вот этот персонаж, его зовут Армен Гаспарян, один из таких, один из мраковесов, который, так сказать, фигурирует в российском телевидении постоянно. Видимо, он имеет в виду, что для того, чтобы не попасть на Петерик, нужно регулярно читать, так сказать, постоянно смотреть сводки российского телевизора, читать, слушать генерала Коношенкова, слушать Путина и самого там Гаспаряна и Соловьева, чтобы точно, чтобы извиваться вместе с линией партии, очень точно. Видимо, это, потому что иначе невозможно, иначе, так сказать, все, что человек может сказать, вдруг это немножко отклонилось от официальной версии. Официальная версия, вы, слушайте, вот только что прозвучало, что, оказывается, Гитлер был вынужден напасть на Польшу. Раньше этого не было. И сейчас нужно, сейчас надо срочно исправлять, так сказать, учебники истории и вписывать это, потому что, ну, иначе же ты не попадешь, иначе разговор о том, что Гитлер начал Вторую мировую войну, это будет ошибка, он вынужден был начать. Надо же так теперь писать, иначе Петерик. Но с другой стороны получается, что Путин говорит о том, что, значит, Россия не будет нападать на Польшу, только если она первой не нападет на Россию. Москва не имеет интересов ни там, ни в Латвии, но при этом Соловьев продолжает в своих эфирах рассказывать о том, что мы идем на Латвию, на Польшу. То есть он еще не успел под повесточку прогнуться, или же как бы, что неправда? Нет, а здесь история такая. Дело в том, что принципиальной особенностью, отличием вот этого путинской конструкции, путинской версии фашизма, это высокая степень автономности всего этого информационного аппарата. То есть никогда не... То есть вот всегда было такое, что газета «Правда» в точности обозначает генеральную линию, никто от нее отклоняться не может. А здесь ситуация такая, что отклоняться можно, и тот же самый Соловьев может говорить, что ну, там Путин говорит одно, а я вот считаю, что надо расстреливать, а я считаю, что нужен СМЕРШ, а я считаю, что надо вообще взять Берлин, дойти до Ла-Манша, еще его и переплыть, перейти пешком в Атлантический океан, дойти до Вашингтона и, так сказать, подрузить знамя победы на Вашингтоне. То есть на самом деле здесь как раз вот особенность путинского фашизма в том, что высокая степень автономности вот этих вот пропагандистов. То есть, ну, невозможно было представить себе, чтобы там в Сталинском СССР или даже в Брежневском СССР какой-нибудь там пропагандист мог публично устраивать разборки с там первым секретарем какого-нибудь крупного обкома, например, Свердловского. То есть Соловьев этим занимается. Он нападает на регионы, он обзывает глава субъектов федерального. Он приходит на заседание Совета Федерации и пальцем указывает им, что им надо делать, что по какому черту, почему вы в Конституции держите эту глупость, что надо запретить идеологию, что надо внедрить идеологию. Но такого представить себе было невозможно, чтобы какой-нибудь, там, я не знаю, сотрудник газеты «Правда» приходил на заседание Верховного Совета и указывал членам Верховного Совета или членам ЦК КПСС, что им делать. Такого не было никогда. Здесь высокая степень автономии. Это особенность. Вот такая вот особенность путинского фашизма. Особая такая роль. То есть хвост иногда начинает рулить собакой. Это такая вот наша сегодняшняя, наш сегодняшний доморощенный фашизм. этим отличается. Чего не было ни у Муссолини, ни у Гитлера, ни у Сталина. Так, тогда я спрошу следующий фрагмент. Является отклонением от линии партии или нет? Петерик грозит. Переименовали опять улицы. Был Воздухофлотский проспект. Я не знаю, что здесь декоммунизировать, но его переименовали в проспект... Повытряно-флотский был. Да, но его переименовали в проспект воздушных сил. Вот как получается, да, воздушных сил у Украины нет, а проспект имени их есть. Вот здесь был человек, который пытался пошутить натужно по поводу того, что поветрянных сил на Украине нет, а улицу в честь поветрянных сил называют. Да нет, как это нет военно-воздушных сил на Украине? А с чего же они пускают тогда Шторм Шэдоу по нашим позициям? С каких таких... С чего они пускают? С каких устройств крылатые ракеты, которые бьют по Севастополю, по нашим военным аэродромам, по нашим штабам? Надменное тщеславие никогда никого, ни к чему хорошему не приводило. Это уже является отклонением от линии партии? Петерик-то ему грозит за это? Пока нет, пока нет. Это как бы вот такие вот отдельные... Там бывают споры. Я вот стал вглядываться, я не идентифицировал первого персонажа, который говорил, что нет никаких сил у Украины. Мне показалось, что это предатель, это украинский предатель Семченко, по-моему. Могу ошибаться. Но вот... Но это неважно. На самом деле, как бы там бывают дискуссии. Понимаете, внутри вот этих вот пропагандистских нарративов бывают дискуссии, связанные, во-первых, с тем, что надо там... Ну, спорили у Соловьева, например, спорили, что надо уничтожать, в первую очередь, Одессу или Львов. Ну, вот такой плюрализм. Понимаете, это же тоже, так сказать, разные точки зрения. Поэтому разговор о том, что нет разных точек зрения в российском телевизоре, это, конечно, клевета. Вот я помню хорошо, действительно, была очень бурная дискуссия. Значит, если не ошибаюсь, фашист Куликов говорил о том, что Одессу не надо трогать, потому что это хороший город, а надо уничтожить Львов. А Соловьев говорил, нет, Одессу тоже надо уничтожать. Видите, какие бывают жаркие споры внутри российского телевизора. Так что вот у них тоже такое... Бывают разногласия. Я просто же о том, что и Коношенков, и, по-моему, и там в ихнем генштабе говорили о том, что уже уничтожили все наши военно-воздушные силы три раза, по-моему, если я не ошибаюсь, и все самолеты, и все, что было, и Патриоты, и Штормшедоу, и все. Нет, ну тут, понимаете как, дело в том, что они же гуманитарии все, они не про числа, не про арифметику. Поэтому там, да, уничтожили... Причем, если суммировать все, что уничтожил Коношенков в своих докладах, то получится, что у Украины изначально армия была в несколько раз больше китайской. То есть по количеству, так сказать, живой силы, которая была уничтожена, а по количеству вооружений там, ну просто это в несколько раз больше армии США. Поэтому, ну, здесь считать бесполезно. Понимаете, это все мифы. Это все мифы, это все, так сказать, ну такие сказки. В сказках бывает такое, что, значит, все уничтожено, и потом все возрождается. Поэтому вот это несправедливо по отношению к Коношенкову. Ну человек, собственно говоря, деньги получает за вранью. Какие к нему претензии? Игорь Александрович, спасибо вам за комментарии. Спасибо вам за беседу, и я пожелаю успехов вам, вашему каналу. Поговорим сегодня с российским оппозиционным журналистом, ведущим Ходорковский лайф, Сергеем Асланяном. Сергей, рад вас приветствовать. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте, всегда рад вас видеть, всегда найду для вас время. Снова появляются новости о том, что Россия планирует захватить Купинск до марта. До этого мы часто видели новости о том, что, похожие новости о том, что Россия планирует захватить Авдеевку до президентских выборов. У России на гербе две головы, они смотрят в разные стороны. Это не историческая традиция из уважения к Константинополю, откуда была взята эта эмблема, ставшая логотипом, со временем гербов. Это как раз двойственность всего, что происходит в России. Ну, в России же не случайно, например, два первых канала телевизия. В России не случайно две столицы. Поэтому в России все неоднозначно. И в России две совершенно разные пропагандистские системы. Одна, рассчитанная на население. И население рассказывает о том, что, во-первых, все хорошо. Смотрите на свои же собственные средние зарплаты. Да вы все шикарно живете. У вас у всех потрясающая финансовая стабильность. У вас очень смешной процент по ипотеке. У вас у всех машин, вы все на югах, на море отдыхаете с утра до ночи. У вас прекрасная жизнь. С другой стороны, тут же параллельно идет пропагандистская, очень неприглядная картина по поводу того, что все для фронта, все для победы. Стиснем зубы, сплотим все вокруг. Нашего знамени, нашего лидера. Победим и возьмем очередную нашу какую-нибудь часть территории Украины. И они никак не совмещаются. Поэтому люди, они вольны выбирать. Они живут в мирной стране процветающей. Когда непонятно, правда, что это вдруг им в Белгороде на голову что-то прилетело такое. Да и в Москве. Ха-ха, посмотрите. Ой, кажется, это дрон. Давайте спрячемся в бомбоубежище. А где это? А с другой стороны, ну, вроде как, вот тут война. То есть вот это совмещение войны и мира, оно отдается человеку на выбор. И он смотрит. Да нет, вы знаете, я, наверное, сейчас свежий айфончик себе куплю, потом пойду иномарочку посмотрю, и вообще надо как-то запланировать куда-нибудь летом съездить, в Турцию, наверное, или в Таиланд. А рядом война. И они вот на выбор. И люди выбирают в основном мир. Поэтому к разговору о том, как относится к этому страна, знаете, жены мобилизованных плачут, а население вообще не понимает, в чем горесть-то. Что такое случилось? В Белгороде очень показательно, в котором погибают, простите, в котором прилетает, в котором что-то взрывается, что-то горит, там конфликт не носит раздумий людей о том, что война. Они погибают, их бомбят в результате того, что их страна напала на Украину. Не, минуточку. У них претензии к губернатору. Губернатор, а почему ты нас не обеспечил? Мирным небом, бомбоубежищами, колбасой, селедкой, отоплением. И это как раз позиция мирного человека, на самом деле это позиция стандартного, инфантильного человека. Итого Россия дает людям выбор. Вы за мир или за войну. Те, кто за мир, живут в мире в полном ощущении, что подарок к Новому году, День Святого Валентина, нужно любимое что-нибудь такое подарить. А другие в этом моменты страдают, потому что война, потому что муж на войне, потому что убила, потому что компенсация, потому что инвалиды. И они вправе не замечать этого. Им дается такая возможность. И, собственно, этим и объясняется звериная жестокость по разгону абсолютно любого несогласия. Потому что на фоне всеобщего благоденствия они портят картинку. Ну как так получается, что какие-то жены с чем-то несогласны, какие-то мобилизованные, что еще какие-то там инвалиды по каким-то поводам. То есть, так или иначе, нету причин для недовольства. В стране все очень хорошо. И каждый раз, когда из-за границы взгляд пытается как-то более-менее проникновенно глянуть на российскую ситуацию внутри страны, то вызывает недоумение. Ну слушайте, у вас же война, у вас же армия погибла. Вы же ее проиграли. Вы же Авдеевку два года взять не можете. Вы же, в принципе, показали, что вы абсолютно бессильны. Другое дело, что тут упорные. Но вы при этом бессильны. И вы погибаете зазря. И у вас сейчас невосполнимые потери. 300 тысяч, 400 тысяч. Вы сами боитесь этих цифр. У вас уже нечем воевать. Это точка зрения за границей. А внутри страны этого не видно. И когда кто-то говорит о том, что, наверное, это шатнет рейтинг Путина. Это не взаимосвязанное событие. Рейтинг Путина не может поколебать абсолютно ничего. Рейтинг Путина формируется в телевизоре. Российский человек не привык думать сам. Он мыслительный процесс отдал телевизору. А телевизор ему сказал, что Путин – это лучшее. Что страна процветает. И здесь не может быть, в принципе, никакого рейтинга. О том, что есть какое-то небольшое количество отщепенцев, которые живут своим умом. Анализируют, понимают. Недовольны, несогласны. В ужасе. Понимают, что страна погибает. Они понимают, что Путин расплатился Россией за свои личные утехи. Их голос никто никогда не услышит. И за рубежом именно поэтому непонимание. Давайте мы сейчас санкциями заставим людей жить хуже. Они все поймут и обратят свои гневные возгласы к Путину. А со временем свергнут его. Никогда этого не произойдет. В принципе, не произойдет. При Сталине не было. При Брежневе не было. При всех остальных и при Ельцине поздним тоже не было. И при Путине подавно не будет. Страна благоденствует. Рейтинг незыблем. Путина обожают. Есть отдельные проблемы и недочеты. В основном, инспирированные Западом и за границей. И до тех пор, пока за границей ждет, что какой-то рейтинг что-то подскажет. Что какая-то точка зрения людей сформируется и станет учитываема властью. И, может быть, через какое-то время кризис на войне породит некий внутри страны диалог власти и населения. Никогда. В России все решается не снизу вверх, а сверху вниз. Перестройка в России, в Советском Союзе, произошла в качестве партийного переворота. Это пришла группа молодых коммунистов вместе с конкретно Горбачевым, которые решили реформировать коммунистическую партию. Ну, нечаянно реформировали целую страну. Не может быть изнутри, не может быть благодаря диалогу, не может быть благодаря точке зрения населения изменений где бы то ни было. Единственное, что может измениться, это переполненность камер предварительного заключения в околотке. Там станет теснее. Все, больше ничего. Поэтому наверху прекрасная совершенно жизнь. Там армия побеждает. Экономика стабильна. Население в рейтингах всегда поддерживает. Соцопросы говорят о 100% и все за. За границей этого никогда не поймет. И когда, условно говоря, приходится дискутировать с людьми, которые так или иначе это готовы проанализировать, я спрашиваю у тех же недавних людей, живших в Советском Союзе. Вот вы, когда, например, в Эстонии советской, республиканской жили, как вы были против Сталина, а как вы были против Брежнева, а как вы были против советской власти. Никак, вы ее поддерживали. Вы служили в армии в Советской, вы вступали в коммунистическую партию, вы записывались в очередь на «Жигули». А что же вы теперь-то требуете от людей, оставшихся внутри России, иного поведения, которого вы сами в себе не нашли, не ощутили и не предъявили? Вы жили покорно, понимая, что вы живете вот в этой стране, в которой так. А с тех пор, как вы, наконец, оказались в другой ситуации, под зонтиком НАТО, в Евросоюзе, у вас свободная, классная жизнь. Вы что, забыли, каково это под сапогом КГБ? И вы надеетесь, что теперь в России кто-то, когда этот сапог уже задавил и затоптал, из-под него вырвется? Точно так же, как вы не вырвались, точно так же и эти не вырвутся. Несмотря на то, что не все согласны быть под сапогом. Сергей, все-таки я не могу вас не спросить касательно Купинска. Вот как нам в Украине эту новость стоит воспринимать? Это все-таки условный шойгу готовит подарок Путину к выборам? Или же это исключительно политтехнологии? Советская власть, например, всю Вторую мировую войну, она норовила какой-нибудь подарок к празднику. К 7 ноября, например, освободить Киев. И знаменитый десант на Эльтиген к 7 ноября 1942 года, когда была набрана из казахов, не умеющих плавать, десантная ударная группировка, порядка 10 тысяч человек, и практически вся она погибла. Эта десантная операция на Эльтиген, она дала около 60 героев Советского Союза и не привела абсолютно никакому успеху. И тем не менее, она должна была быть подарком к 7 ноября. Поэтому Советский Союз, а сейчас в России восстановлен Советский Союз, это страна, такая сплошная потемкинская деревня, где все достижения придуманы, и все графики роста, они прибиты гвоздями к стенке, чтобы, не дай бог, не отвалились. И теперь уже, вернувшись полностью к Советскому Союзу, возродив ГУЛАГ, возродив Коммунистическую партию, возродив парцобрание, возродив шельмование на потребу толпе с растерзанием ошельмованного, конечно же, и возрождается традиция, во что бы то ни стало, к празднику какого-нибудь подарочек. Ну, если не Киев, то Купинск хотя бы, ну, в конце концов, Авдеевка. Но если не получится, тогда мы любую другую деревню провозгласим свежеосвобожденной, не завоеванной ни в коем случае, и преподнесем ее в качестве подарка. Но здесь не стоит какого-то стратегического плана, потому что контратака, контрнаступление, наступление, военная спецоперация, любое событие на фронте, оно не в тот момент, когда готово реализуется, а именно к празднику в качестве подарка, безотносительно того, а есть чем, а есть кому, а вообще, в принципе, зачем нам туда? Неважно, к праздничку должно быть. Если праздником воцарения на престоле вечного Путина должно быть что-нибудь такое вещественно-доказательное, блистательно-великолепное, то победа на фронте, конечно же, подойдет для этого. Победы нет, назовем любое действие победой. Но Купинск как раз сейчас провозглашается как цель для того, чтобы предпраздничное настроение уже проникло в сердца граждан. Сергей, подвожу вас так плавно касательно новостей из-за Киев. Наш украинский легендарный генерал Марченко заявил, что Россия может попытаться еще раз пойти на Киев в этом году. Вот хочу вас спросить, действительно ли Путин отказался от идеи захватить Киев? Вот так вот напрямую, когда войска обстали, примкнули штыки и строевым шагом отправились на Киев, конечно же, нет. 24-й год, по всем прогнозам, это будет тяжелейший год, во-первых, в истории Европы, во-вторых, в истории этой войны. И сейчас, из февраля, мы не очень видим все то, что затевается. Не случайно издание Бильд опубликовало доклад о готовящемся нападении Путина на Европу. Не случайно британская разведка, сопоставив свои данные, единственное, что она дату-другую назвала, более отсроченной, но тоже посчитала, что это очень вероятно. Министр обороны Норвегии заявил, что от одного года до трех период, когда Россия нападет на страны НАТО. Из страны Балтии три министра обороны, Латвия, Литвы и Эстония, не случайно собрались, подписали океанники и начали строить линию Маннергейма. Именно потому, что они прекрасно понимают, что невменяемый сосед нападет. Со стороны аналитиков, прекрасно понимающих, как именно выглядит беспомощно российская армия, это вызывает недоумение. Вам нечем наступать. Куда, какая Европа? Вы с Украиной справиться не можете. С точки зрения Путина, это совершенно другое целеполагание. Он готов расплатиться страной, он готов расплатиться всем населением России ради того, чтобы оставаться в статусе самого главного на планете Земля. Это негативный статус в данном случае. Но раньше у Путина был очень серьезный комплекс неполноценностей. Конечно, он остался. И ведь Путин свое управление начал с того, что в 2000 году в Давосе удостоился очень циничного вопроса. «Кой есть мистер Путин?» «Путин, вы кто?» И ответить на этот вопрос было невозможно. И не случайно российская делегация тогда публично на глазах у планеты Земля замялась с ответом «Кто же такой Путин?» А вот теперь Путин пришел к тому, что он на народе на планете Земля. Вот от него зависит Америка, Китай, от его воли. И он никак не может одолеть Украину. Но поскольку война с Украиной у Европы стала привычкой, то есть, конечно же, никто не отрицает, что Украине надо помогать. Но было ворвение, уже нет. Тем более, что мы видим, небо до сих пор не закрыто, Ф-16 так и не поступили, танков, ну, пара батальонов. То есть, Украина должна биться сама по себе, потому что для Европы это где-то там за забором. Это чужая разборка, это не европейская. Это не Третья мировая война, хотя это она и есть. Но Украина не признает это Третьей мировой войной. Им так удобно. И получается, что там где-то какая-то война, в основе которой не победа, в основе которой величие. И вот пока эта война идет, Путин номер один на планете Земля. И Путин поднимает телефонную трубку и говорит «Байдена мне». И Байден птичкой, быстренько к телефону. «How do you do?» Он тут же моментально на проводе. Раньше такого не было. И вот поскольку к войне в Украине все привыкли. И все привыкли к тому, что, ну да, есть такой Путин. Ну да, конечно, так уж и быть. Сейчас пакет санкций, просим его, придумаем. Но он остается, все остается. И все это уже повседневность. Как взбодрить всеобщее внимание, чтобы уважали заново напасть на любую страну Евросоюза. Целеполагание, ну в данном случае Сувалкинский коридор, пробить сухопутную по земле, возможность сообщения с Калининградом, с дальнейшим разворотом на Польшу, и, конечно же, обязательно Киев. Поэтому Киев как цель конкретной военной операции, там, второй украинский фронт, там, первый белорусский фронт, цель освободить Киев, как это было в 1943-1944 год. Нет, не так. В рамках большой войны против блока НАТО, заодно, в том числе, ну почему бы еще и не взять Киев? Потому как нечем, конечно же, нападать. И понятно, что Россия после этого социидального нападения на любую страну НАТО погибнет. Но это позволит Путину быть самым главным. И он, поскольку считает нужным, в том числе и доломать Украину, не завоевать, не победить. И тем более не сломить дух украинцев. Ну, нагадить как можно больше, испортить как можно больше, ну, сласть как можно больше. А заодно, конечно же, и своим солдатикам стиральных украинских машин как можно больше. Поэтому Киев в обязательном порядке как одна из промежуточных целей. Да. А дальше? А дальше Европа. И как только Путин наваливается на Литву или на Польшу, все тут же забывают, что на самом деле нужно было помогать Украине. Потому что Украина, победившая Россию, не допустила бы Третьей мировой войны с выходом российских войск уже на оперативный простор стран НАТО. Помогите Украине победить. И вам не нужно будет воевать за самих себя. Не хотят. И как только это произойдет, а это произойдет где-то в конце 2024 года. Вот почему все считают, что кризисный 2024 год. Кстати, войну-то не остановит. По прогнозам, война-то как раз лезть будет в Европе где-то до 2027 года. То есть 24-й это кризисный. Это когда Путин, ему нечем, и тем не менее, ради собственных амбиций он будет. И тогда от Украины все потихонечку отвернулись, ну потому что не до них стало. И все потихонечку спасают сами себя. Польша себя, Литва себя, Германия на всякий случай себя. Вот тут-то уже и открывается возможность попытаться взять Киев. Ф-16 передадут Украине уже с ракетами на 300-500 километров. Как вы считаете, как это может сейчас повлиять ситуацию на фронте? И насколько боятся такого вооружения в Кремле? Ф-16 это серьезно. Ну уж если выигрывать войну, то Ф-35. Небо нужно было закрывать с 24 февраля 2022 года. Никто не собирается этого делать. И Украине не дают ни в коем случае победить. Украине дают ровно столько, чтобы не проиграть. Поэтому два года обещают, что мы дадим, ну летчиков научим, ну ракеты там подкрутим, чтобы они летали на нужный километраж. Так дайте сразу, 24-го числа. Не, ну что вы. Это то же самое, как танки, леопарды, авранжи. Не, не, не. Ну вам еще рано в такие игрушки играть. Вы пока вот тут пистолетиками там, хлопушками там, лопаточками. А потом, когда из детского сада вырастет, мы вам дадим. Украина не должна ни в коем случае выиграть у России с точки зрения Запада. Потому что после того, как Украина разобьет российскую армию, ВСУ войдут в Москву. А что делать с этими ста миллионами стадного чувства, недоразвитыми, озлобленными людьми? Их куда? Страна без экономики. Страна без царя в голове. Идеологии нет. Все друг друга ненавидят. Страна разоренная. Дороги кончились. Экономика по нулям. Есть нечего. С ними что делать? Украина их возьмет к себе на баланс? Начнет их кормить? Нет. Он возьмет их к себе на баланс начнет кормить? Нет. Значит, ни в коем случае, а тем более ядерное оружие, а эти все удельные князья, там 86 удельных князей, князев, у которых у каждого второго есть своя ядерная боеголовка. Зачем все это? Поэтому F-16, конечно. Уже второй год. Уже второй год они летят, и сейчас они будут. Ну, в конец случае, на третьей год войны они прилетят. Тем более, что война же до 27-го. Ну, НАТО успевает. И, конечно, если бы они пришли на фронт, они бы сыграли свою роль. А если бы еще ПВО, а если бы еще не было бы закрыто над Украиной, ну, тогда уже, как минимум, было бы меньше убитых украинцев. Но как-то никого, в принципе, не волнует, а сколько погибает украинцев. Ну, что ж, ну вот война. Это же не наша война. Это же где-то там. Какая-то Украина с какой-то Россией. Ну, поэтому мы им будем обещать. Вот сейчас пообещали F-16. F-35 надо. Вот F-35 непобедим. F-16 – это неплохо. Но война выигрывается F-35. Также есть хорошая для нас новость о том, что в кафе Лисичанское в результате обстрела ликвидировали министра чрезвычайных ситуаций так называемой ЛНР. Это значит только одно, что всех предателей рано или поздно ожидает один исход. Вот как вы, Сергей, считаете, насколько это влияет на настроение среди оккупантов и в целом на настроение среди российской армии? Российская армия, она не является единым монолитом. Тем более российская армия, все-таки армия, одно дело, вот в Российской империи, когда это была каста, когда офицеры были дворянами и когда доблестно было служить в полку и каждый гордился тем, что у него там лейб-гвардейский полк или какой-нибудь там знаменитый пехотный полк. Была история. И это сплачивало людей. Сейчас в российской армии тот, кто воюет сегодня, не помнит того, кто здесь был вчера, потому что вчерашнего убили во вчерашней атаке, а заодно еще весь полк. И там при вот этой ротации приходят люди на один день, на два дня, на месяц. Через месяц их там уже нет. Убит, сдался, пропал без вести, раненый, непонятно где он. И поэтому нету такого единого явления там российская армия, российские полки. И что думают в российской армии? Там никто ничего не думает. Там люди в зарплате, которые думают, что мне сейчас где-то тут двести тысяч рублей пообещали. Двести тысяч – это две тысячи евро в месяц. Он мне сейчас две тысячи евро в месяц заплатит. Пока я был на гражданке, я столько не получал. А вот здесь, может быть, получу. Ой, кажется, не получу, потому что в меня уже прилетело. Вот из этого состоит российская армия. Размышления о том, что мы погибнем, убило генерала, куда-то делся командир роты, что-то произошло с нашим полковником. Российское общество, оно все-таки еще построено по принципу максимальной ненависти друг к другу. И если почитать переписку или почитать мемуары, или вот, например, почитать Даниила Туленкова, в России есть такое удивительное явление, когда на войне оказываются люди, в общем, непричастные. И Данил Туленков – это человек, который получил семь лет за мошенничество, которое он не совершал. Ну, российское правосудие решило, что нужно расплатиться Данилом Туленковым, его отправили в тюрьму. Он просидел целый год в лагере и после этого решил, что попытая своей удачи записался в «Шторм-Зетт», и у него контракт был на полгода. И пока он эти полгода воевал в Украине, он писал книгу. И он очень аккуратно обошел момент, стрелял ли он в украинцев или нет. Но он очень точно передал атмосферу происходящего на фронте. Ненависти, презрения, цинизма и подлости российских людей по отношению друг к другу. Командиры к подчиненным, подчиненных к подчиненным. И, естественно, ненависти к командиру. В порядке вещей пить командира роты, в порядке вещей пить бойца. Норма. Сейчас Данил Туленков, вот он получил вольную, он уже, с него снята судимость, он вернулся домой к жене, он постепенно уже возвращается в человеческий облик, и он издал книгу. И эта книга, вот она сейчас заявлена, это очень честная книга, несмотря на все красивые нюансы, которые спрятали непосредственно само действие Туленкова. Но он умница. Он писателем был до войны, потому что у него до этого уже выходила одна книжка в 16-м году, несмотря на то, что он занимался бизнесом. И книга очень достоверная, она дает представление о том, что из себя представляет российская армия. И поэтому, когда где-то убили какого-то генерала, да плевать на него тысячу раз. Убили какой-то там, погиб целый полк, да плевать на него тысячу раз. И когда где-то там погиб какой-то министр чего-то, да плевать на него, пришлет нового. Тем более, его никто не знал. Какой-то министр где-то там, какой-то ДНР. О существовании этого министра знает только пять человек в ближайшем окружении и еще кто-то в администрации. Даже в ДНР не в курсе, а там есть какой-то министр, а у нас, оказывается, МЧС есть. С точки зрения цели, когда генеральские погоны легли в могилу, это, конечно, прекрасно. И когда ты начальник, когда ты при оккупационной власти пытаешься делать вид, как будто ты здесь серьезная весомая единица, а на самом деле ты предатель, тебя убьют, и ты должен понимать, что Украина будет абсолютно права, расправившись с тобой, либо сейчас, либо потом, возможно, после войны. Будь к этому готов. Именно потому, что ты атакаешь оккупацию, поддерживаешь оккупацию, являешься элементом оккупационного присутствия здесь российской армии. Но самой армии, самим людям, знаете, безразлично все, кроме соседа. Соседская жена интересна, соседские жигули интересны, соседская стиральная машина интересна. Все, на этом кругозор заканчивается. И в армии одноразовых людей, сценично используемых для того, чтобы быть убитыми, конечно же, никто, в принципе, не смотрит так широко, как присутствие кого-то, сожаление в отношении кого-то, или хотя бы просто осведомленность на вопрос «это кто?» обычно пожимают плечами. Сергей, спасибо вам за этот разговор. Будем уже вас отпускать. Спасибо за вашу аналитику. А нашим зрителям, я напомню, общались сегодня с Сергеем Ислоняном. Это российский оппозиционный журналист. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!